Так, следующий вопрос. Как девушку зовут? Не знаю. Имени нет. 26 января. Прочитать почту не могу. Так, без имени. 26 декабря. Добрый день, Юлия. Обращаюсь к вам за мудрым советом. Здорово. В преддверии Нового года в младших группах 1,5-3 года уже несколько раз проводились конкурсы на новогодние поделки. Я так понимаю, что это проводится для того, чтобы дети провели время и вместе с родителями посвятили друг другу время. Может быть. Ну или для выставки, чтобы для отчетности в детском саду, если это про детский сад. Каждый раз мы делали некие аппликации, самые простые, из ватных дисков, пуговиц, ниток и все, что находили. И делали то, что в состоянии сделать двухгодовалый ребенок. Не знаю, получали ли мы от этого удовольствие, но некие навыки закрепили. Приходила в сад, смотрела на работу других, расстраивалась, так как все из них произведения искусства. Да, там когда это задают, мамы там по полной. Приходила в сад, значит смотрела на другие, расстраивалась, так как все они произведения искусства, недосягаемые даже мне. Не умею я так творить, как другие мамы. Победители в конкурсах, конечно же, не мы. Ребенок это не понимает, но боюсь, что дальше мы также не выдержим конкуренцию в кавычках. Ребенок расстроится. Глупо звучит. Скажите, для чего проводят конкурсы в детских садах среди детей и младших групп, если все поделки создают родители сами и как нам относиться к этому? Спасибо. Значит, такие проекты, совершенно верно, вы будете делать и в детском саду, и в школе. В школе готовьтесь, там вообще будет вырви мозг и вырви все ваше творчество. Это жесть вообще, что будет в школе. Да, и цель у этого всего, ну, вторичная, я бы сказала, цель, что родители вместе с детьми что-то потворили, поделали и вот это вот отнесли все в сад. Первичная, конечно, цель – это отчитаться, что прошел конкурс по программе детского сада, заявиться, места, что у нас это была выставка. В общем, все это для галочки, для программы, что по программе положено, вот мы это все сделали. Вот, ну, а видите, как плюс, это получается, что вы вместе что-то с ребенком потворили и время вместе провели. Я думаю, что в процессе вот таких вот проектов, как это называется в школе, вы набьете и свою руку, и детскую руку, и фантазию свою, и детскую, и у вас это войдет в привычку и не будет дальше злить, и каждая поделка у вас будет все лучше и лучше и лучше, потому что вы же сравнили, сделали вывод, и теперь вам захочется выпендриться и сделать что-то получше. Соответственно, вы уже не пуговицы, нитки и там эти зубочистки подготовите, а уже посмотрите в интернет и уже потрудитесь, пособираете листья, желуди, шишки, допустим. То есть вы уже проявите лидерство, какую-то инициативу, и захочется вам получить приз. То есть у вас каждый раз поделка, у вас мотивация будет двигаться, и поделка с каждым разом будет все лучше. Но это хорошая еще закалка предшкольная, потому что в школе, поверьте мне, по ознакомлению с окружающим, ничего вы только не будете делать. Да и в подготовительной старшей там будет такое, что волосы на голове шевелятся. Вот, не расстраивайтесь. Конечно, люди не все творческие, не все такие выдумщики. Но раз вас это задело, я думаю, что вы будете стараться и что-то в интернете смотреть, что-то похожее делать. Я, например, когда готовлюсь к творчеству, я, конечно же, ну сама не очень творю. Подглядываю в интернете, обязательно смотрю, и что-то все лучше и лучше тоже стараюсь делать. Заранее готовлюсь. У нас все желуди, шишки, листья, все эти палки, все это у нас заранее уже собрано. Я знаю, что все это пригодится, так, видимо, будет и у вас. Вот. Не расстраивайтесь. В общем, сад дело для галочки, потому что положено. Но, видите, все-таки польза для родителей, для детей есть. Вы набьете руку, это все будет лучше. И главное, вам в школе не будет тяжело. Если вы просто в детском саду не пройдете закалку, в школе вы свихнетесь, когда вам зададут проект какой-то. Так что держитесь, старайтесь, удачи вам. 26-12, не знаю, как девушку зовут, не представилась, но вот вопрос был о поделках в детском саду.